За одним столом волонтёры и представители общественных организаций из разных районов области. Уже не один месяц они формируют гуманитарную помощь бойцам в специальной военной операции. Этим занимается и группа «Вадинск» – пункт сбора. Она работает полгода, но за это время на передовую отправили более 15 машин со всем необходимым. Пункт открыли мы 1 октября 2022 года. И по данный момент мы ездим к ребятам. На сегодняшний день съездили 15 раз. Были практически во всех подразделениях Пенисской области. Сейчас основные потребности бойцов закрыты полностью. За время специальной военной операции только из нашего региона удалось доставить несколько сотен тысяч тонн гуманитарного груза. И всё это благодаря добровольцам. Волонтёрских отрядов на самом деле просто гигантское количество. В каждом районе это по три, по четыре группы, которые этим занимаются. Это и не только районные центры, это и непосредственно сами сёла. В том числе я бы не сказал, что большие по размеру, по количеству жителей. Но они тоже ведут этот сбор. Всё передаёт в гуманитарный центр. И, соответственно, потом дальше мы делаем доставку уже непосредственно до линии фронта. Всё это ведётся непосредственно под контролем, соответственно, губернатора. Потому что отдельное поручение, которое он выдаёт, мы также всё это исполняем. Завершила эту встречу торжественная церемония награждения. Активные представители волонтёрских организаций получили благодарности. В том числе и от администрации подшефного нашего региона Пологовского района Запорожской области. Продолжение следует...